Всем привет! Вот была замечена одна неприятность в новой версии Linux Mint CINAMON 17.3 то что не ставится загрузчик операционных систем SuperBootManager Если набирается вот эта вот команда допустим установить репозиторию копируем вставляем Enter вводим пароль и получаем вот такую вот чепуху в экране Если рассмотреть что же происходит с самим файликом то это тоже можно сделать Как говорится снова зайдем Вот видно что а сам-то репозиторий вообще не ставится что же делать а программа хорошая позволяет создавать красивые меню загрузки для различных операционных систем там хоть 3 хоть 5 хоть 10 а вот получается вот такая вот штука и пишут что не может добавить он этот репозиторий значит ну выход вот есть вот такой вот вот этот вот файлик он у меня в 4.3 будет сидеть вот пока в 1.1.1 Google да вот он вот здесь я сейчас его этот файлик переименую переименую вот так вот так как полагается и в него надо будет дописать вот две эти фразочки заходим в режиме правки здесь естественно значит я все это дело убираю потому что это к гуглу относится и добавляем сюда вот эти вот два репозитория сохраняем сравниваем ингалекс супербуд менеджер трасти лист все правильно и две эти ну еще раз проверим и две эти фразочки есть так как он себя поведет вот в таком вот случае значит поскольку значит репозиторий добавлять не нужно обновим ну ставим чтобы зафиксировал еще пакеты так ну попробуем запустится он сейчас или нет ну надо надо же пишем юзер английский язык и вот наконец он у нас как говорится несмотря на все его сбрыки взял да и запустился а программа то хорошая и при помощи ее вот можно создавать очень красивый меню загрузки вот например взять бург менеджер поставим бург я даже сейчас выведем на панельку тут мы напишем yes командная строка да ничего enter сплаш я убираю я люблю когда команды бегут по экрану не просто кратит картинка крутится и все enter на этот диск да на этот диск на диск сда ставится загрузчик сейчас он сделает конфигурационный файлик окей так вот особенностью бурга является вот такая прелестная вещичка бург эмулятор вот она показывает список всех операционных систем которые значит были обнаружены на компьютере ну естественно значит нужно немножечко поднастроить меню загрузки тут сильно много чего и дело это делается опять-таки при помощи вишенки почему я всегда говорю что эти программы значит входят парой вот еще настройщик меню загрузки ну вот этот ставится обычно без проблем заводим пароль тоже пишет чудеса не удается ему ну-ка посмотрим то же самое вот посмотрите значит идем по проторенному пути значит вот групп кастомайзер поищем ка есть ли у нас где-нибудь здесь групп кастомайзер к этому файлику ну я тут не буду теперь уже как говорится там все это дело переименовывать вот просто возьму файлик вот мы просто его сюда перенесем и посмотрим все ли у нас сюда вошло все необходимые так все вошло ну что ну теперь опять-таки будем делать что будем делать самым наглым образом значит прописывать ему сюда установку там юзер опять вот тут даже предложил не откинул там иксы обновить поставим и даже с рекомендациями он даже просит установить вот такую вот библиотечку какую-то поставим на ее коль просят ну и на всякий случай еще раз вот эту командочку для супер бут менеджера вот 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 он просит еще завести для отечки дополнительные пакеты yes вот практически две столь необходимые программы которые нужны при значит установке меню загрузок нами были поставлены причем вот таким вот скажем несколько необычным способом сейчас я еще его выведу на панельку и запустим его запустим так пароль наш заведем это не то нам нужна вот эта программка настройщик меню загрузки бург да настроить бург и вот сейчас мы поднастроим меню загрузки потому что в данном случае она у нас получается сильно какое-то большое и нелепое много ненужного оставим только самое необходимое подождем немного так и так вот в окончательном виде выглядит настроенное меню ценамон винда xface made антергос ну это тип рачлинукса маджара ну и наша пробная рабочая сборочка ну теперь проверим как это дело будет выглядеть на эмуляторе заведем сюда юзер зайдем в бургменеджер и посмотрим на эмуляторе ну вот здесь мы можем поменять f3 вру f2 сначала я выберу традиционную бурговскую картинку значит ну вот так вот будет выглядеть меню загрузки ценамон винда xface made антергос маджара ну тут вот еще антергос куда-то вколупался ну бог с ним ну по крайней мере все операционные системы видны нормально и прилично и это вполне устраивает теперь значит откуда все это дело можно скачать вот здесь у меня на меге и есть на яндексе и есть на гугл хроме папочка называется менеджер загрузки вот эти два файлика берете скачиваете себе затем открываете крузейдер в корневом режиме повторяю в корневом заводите юзер значит что делаем ну первое ищем папочку загрузок значит загрузки у меня вот здесь а значит корневая папочка etc apt источники и вот эти два файлика берете и копируете их вот в эту директорию то есть у них все уже заведено но поскольку у меня уже все это дело скопировано единственное потом вот здесь вот проверите свойства разрешения ну вот можно читать можно читать стоит root и еще где у нас тут boot manager тоже можно читать можно читать и пользователь стоит корень корневой вот таким вот образом взяли значит скопировали загрузили из моей кладочки два вот этих файлика в корневом режиме крозейдера значит зашли вот по этому адресу и туда их скопировали все а дальше значит через терминальчик спокойно как я показывал произведете установку и все у вас там подцепится запустится и будет все нормально так что вот желаю вам всяческих успехов в настройках ну по крайней мере вот эта вот маленькая проблема значит она решаема и я вам показал как она решается до новых встреч до свидания до новых встреч Продолжение следует...